Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас видео по очередному обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какие задания и питомцев добавили, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайся поудобнее или же седлай своих коней и... поехали! А сегодня у нас появилось такое некое продолжение зимней саги. Кто-то распугал пирсцов, и давайте посмотрим, кто же это был. Ну а для начала начнем с добавления нового зимнего питомца, который доступен только в новогоднее время, только в деревушке Санты. Оно продается вот здесь вот, в, скажем так, питомнике. Это Снобель. Снобель это такой прикольный гномик, вы его можете наблюдать в моей прозрачной сумке. Он стоит 350 старкоинцев. И если предыдущих питомцев я получала абсолютно бесплатно за праздники или же жетоны, то Снобель такой прикольный, что я не пожалею и куплю его прямо сейчас. Ой, божечки, за 350 СК, как тебе не стыдно. Ладно, я его покупаю. Мне нужна сумка, у меня есть с собой черная сумка. И вот так вот выглядит вот этот прикольный гномик. Он машет усиками? Что? Мне показалось? Ты махал усиками? А, нет, он просто такой прикольный. Нет, он действительно, у него как будто усики, это руки, а не усики. Очень странный, но смешной товарищ. Давайте переоденемся, наверное, сегодня под стиль этого гномика. И посмотрим, что добавили же нам еще в этом обновлении. Как я говорила, кто-то распугал песцов. И когда вы приезжаете в деревушку Санты, сверните на главной площади направо и увидите, что у нас добавился навес, под которым стоят животные. Здесь вы сможете взять задание у Тода. И его мишка Урса скажет нам, что кто-то набугал бедных несчастных песцов. И, как выяснилось, что-то происходит с эльфами. Они обезумели и теперь гоняются за бедными зверушками. Ну, а наша задача вместе с нашим новым другом гномиком... Ты бегаешь? Ааа, ты еще и бегаешь! Ребята, я хочу сказать, это шикарная покупка. Я вообще ни капельки не сожалею. Он очень смешной. Он вот так прыгает за нами. Я еще не знаю, какие у него звуки есть, но мне уже смешно. В общем, как мы видим, спасаем маленьких песцов, врезаясь в эльфов. И на карте показываются локации, где эти эльфы сейчас бегают. Ну что же, давайте спасем несчастных песцов, врезаясь в немножечко обезумевших эльфов. Интересно, почему? Может быть, кто-то одурманил их разум? Кто знает, если это и так, нам расскажут об этом попозже. Ну, а теперь мы спасаем последнего песца. Ой, как-то тяжело управляться со всем этим. Немножко надо вот так и сделать. И все, бежим обратно сдавать данное задание. После того, как мы сдадим это задание и поговорим с Тодом, животные прочувствуют нашу тепло и доброту нашей души и начнут с нами дружить. То бишь, мы сможем кататься на данных животных. На олене, на лосе, на медведе и на йольском гигантском козлике. Как видите, многие уже этим развлекаются. Тод, что ты скажешь? Большое спасибо, они вернулись к своим родителям. По-моему, звери тебе хотят что-то сказать. Поговори с ними. После этого появляются вот такие вот ежедневные задания, точнее постоянные. И если вы хотите покататься на каком-либо из животных, к примеру, давайте я сейчас хочу покататься на йольском козлике. Поделись зимними чувствами с новым чертвероногим другом. И пожалуйста, я уже не на своей лошади, а на йольском козлике. При этом, к сожалению, мой питомец тоже пропадает. Вот это, кстати, печально. Я бы хотела с ним и дальше бегать. Спасибо за поездку, приходи еще. Таким образом, мы можем попробовать абсолютно любую зверушку. Кстати, было очень интересно смотреть, как на лосе можно заниматься выездкой. Знаете? А он очень даже хорош. Следующее, о чем мы поговорим, это что же ждет нас на следующей неделе. А на следующей неделе приедут две магические лошадки. Если вы знаете, кто это, то радуйтесь, потому что сможем купить одного исландца и магического пасафина. Ну, магического исландца и магического пасафина. Ну, а если вы человек, который не видел никогда спойлеров, я надеюсь, вы их и не увидите за неделю, чтобы еще больше обрадоваться и удивиться появлению данных магических лошадок. Ну, а также нам вернули одну из прошлогодних гонок. Чтобы ее пройти, нужно поискать начало данной гонки. Вот здесь, вот недалеко от елочки, на камушке стоит Бангл, помощник по гонкам. Привет! Все так заняты праздничными приготовлениями, пекут сладости, украшают дома, что совсем забыли, в чем есть смысл праздников. Правильно, в том, чтобы мчаться как можно быстрее. Для тебя готова скаковая дорожка, которая проходит прямо через деревню, чтобы все могли любоваться гонкой. Не волнуйся, если кто-то попадется у тебя под ноги, это его проблема. Чего же ты ждешь? Вперед! Я не знаю, почему мне так нравится их так озвучивать. Промчись по зимней деревне. Так, за первое задание нам дают 2 жетона, 50 шиллингов и 300 опыта лошади. Посмотрим, что будет, когда мы захотим пройти эту гонку во второй раз. С каждым годом зимняя деревушка меняется все больше. Меняются задания, добавляется много разных развлечений, лошадей, питомцев. Ну, а также и даже изменения в погодных условиях. Я хочу сказать, что я этому очень радуюсь. Теперь не только Хэллоуин, но и Новый Год в ССО является для меня очень душевным праздником, которого я буду ждать с нетерпением. А если еще в будущем они сделают кардинальные изменения весны, то это будет очень интересное событие. Посмотрим, что же будет в следующем году. Советую загадать на эту тему некое магическое желание. Может быть, оно и сбудется. Хотя я, к примеру, мечтала о том, что вернут зиму в ССО в течение нескольких лет. Вы можете даже пересмотреть старые выпуски по обновлению деревушки и Нового Года в ССО, и там каждое видео выходит с фразой «Когда-нибудь они вернут зиму». Но тем временем мы уже прошли гонку и идем получать свою заслуженную награду у Бангла. Ха-ха, ты показала им, что такое настоящий дух праздника. Беспокоишься, что помешало праздничным приготовлениям? Брось! Никому не повредит поменьше думать о готовке и побольше о гонках. Возвращайся в любое время, чтобы еще раз промчаться по деревне. Спасибо, Бангл. Что ты дашь за повторное прохождение? Кажется, мои друзья не понимают, в чем тут смысл. И ты, и вьючная Ива наверняка не против прокатиться по деревне и показать им, что значит праздничное настроение. Ведь так? Прекрасно! Да, теперь за каждое прохождение данной гонки мы будем получать 50 шиллингов Юрвика, 2 жертона зимы, зимние жертоны и 300 опыта лошади. Таким образом, каждый день вы можете теперь заработать не 300, а аж 600 опыта для своей лошади. Главное, не забывайте об этих гонках. Ну а это, пожалуй, все новости на сегодняшнее обновление. Так что на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. А я пойду проходить все зимние гоночки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова